Хочу немножечко показать по инвентарю. Смотрите, я использую утятницы вот такие. Это обычные советские утятницы с плеской, крышкой. Я использую ее вот таким образом. На дне я выпекаю хлеб, а закрываю основной частью, которая у нас обычно готовится. Получается вот такая вот конструкция. Утятницу можно использовать любую, чугунную, там бабушкину. Если нет утятницы, можно использовать металлический лист, вот такой вот у меня пищевой стали. Но для этого нам понадобится колпак. Если нет листа или нет камня, можно использовать на первых поражах даже противень. Просто противень жароотдачи чуть хуже, потому что он тоньше. Лист толще. Берем противень, лист, камень и любую кастрюлю, которую можно поместить в духовку. Или же просто миску большую. И точно так же делаем конструкцию. Здесь выпекается хлеб, а накрываем сверху миской или же кастрюлей. Важно, чтобы подходило по размеру. Потому что если, допустим, хлеб больше, хлеб круглый, да, а мы накрываем овальный, то он может не вместиться. То есть вот этот момент нужно предусмотреть. Корзинки для растойки и альтернатива. Смотрите, корзинок бесконечное множество. Можно использовать с чехлами, можно использовать без чехлов. В качестве чехла можно использовать, знаете, есть такие шапочки, которые используют косметологи. Такие они не тканные, но и не полиэтиленовые. Вот такие корзинки. У меня их разное, бесконечное множество. Все они пригодны. Также можно использовать просто ткань, но это подойдет уже для большего количества булочек. Что мы делаем? Мы кладем, покажу на примере с корзинками, да, мы кладем одну булочку. Вот так вот заворачиваем ткань и кладем вторую булочку. Чем больше, соответственно, тем лучше. Растаивать желательно так, чтобы крайние борта тоже были под упором, чтобы булочки не растекались. И потом перекладываем на ткань. Как альтернатива, если нет, допустим, никаких росточных корзин и покупать не хочется. Берем салатник, друшлаг. Главное, чтобы он подходил по размеру под нашу тесто-заготовку. И что мы делаем? Берем обычное полотенце и в два раза его сворачиваем, вот так вот, и укладываем в нашу мисочку, друшлаг или там салатник, что есть. В два слоя для того, чтобы нам создать подушку. Это может быть два полотенца. Самое главное, чтобы полотенце было вот без ворса, такое лен-хлопок плотное. Присыпаем вот эту часть мукой точно так же, как работаем с корзинками, но используем вот таким вот образом. Очень важно создать воздушную подушку, потому что иначе будет залипать заготовка. Можно положить там более два слоя, например, ткани и подпылять только верхние. Это как альтернатива дома, я думаю, всех найдется.